Вот что! Сказал голова, поразил в шрон. Слышите ли вы? Слышите ли? За сейчас головы спросят и потомут слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу изменить. А тебя? Да, продолжал он обороте склепку. Вследствие приказаний комиссара. Хотя чудно мне, как это дошло до него. Я женю! Только наперед попробуешь ты на гайке. Знаешь, то, что висит у меня на столе, на стене возле попута, я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку? Левку, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался», — сказал он, — «вчера в вечеру еще в город, и я встретил комиссара, вылезавшего из бычки. Узнавший, что я из нашего села, дал мне эту записку и велел на словах мне сказать батьку, что заедет на паспаратный, будет нам пообедать». «Он это говорил, говорил...» «Слышите ли?» — говорил голова с башеной осанкой, обратившись к своим собутникам. «Комиссар! Сам с варею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне на убед!» «О!» Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушалась к чему-нибудь. «Комиссар! Слышите ли? Комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, подбыстрый, и ты из вас, это не совсем пустая честь! Не правда ли? Еще сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом! Не всякий голова, но голова чета!» То есть я самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого снега, похожего на гудение отдаленного грома, зазвучало в его усах. «Как думаешь, подбыстрый, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты привезли хоть поцепленку, ну, полотна, еще кое-чего, а? Нужно бы, нужно, пан Голова. А когда же свадьба, батько?» Спросил Левка. «Свадьбу!» «Удолбую тебе свадьбу!» «Ну, для именитого гостя завтра вас поп и обвенчаем!» «Свадьбу с вами!» «Пусть комиссар увидит, что значит исправность!» «О, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!» Сегодняшний случай припомнил мне то время, «Когда я...» В повестих словах Голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд из-под лобья. «Ну, теперь пойдет Голова рассказывать, как вез к царицу!» Сказал Левку, и быстрыми шагами радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишенами. «Дай тебе, Бог, небесное царство!» «Добрый, прекрасный памятник!» «Думал он про себя!» «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми!» «Никому не скажу про диво, случившееся в эту ночь!» «Тебе одной только, Галя, предали!» «Ты одна только поверишь мне, и вместе со мной поборешься за упокой души несчастной утомленницы!» «Тут он приблизился к хате, окно было отпертое, лучи месяца проходили через него, и падали на спящую перед ним ганну. Голова ее оперлась на руку, счет тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица, проясни себе все, что есть лучше на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения!» «Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько ухударился!» «И через несколько минут все уже уснуло на селе, один только месяц!» «Так же блистательно и чудно плыло и объятных пустых, роскошно украли склепо!» «Так же торжественно дышала в башене и ночь, божественная ночь!» «Величественным догорал!» «Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не упивался, и все погрузилось в сон!» «Изренько только прерывал с молчания лайк собак, и долго еще пьяный коленник шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою вату!» «Изренько и тихонько прописала!»